Всем привет, с вами Витя и вы на канале Подмикроскопом. Сегодня мы поговорим о таких прекрасных существ, как раковинные амебы. Раковинные амебы, строения которых мы рассмотрим в нашем видео, имеют ряд черт, существенно отличающих их от других представителей одноклеточных животных, что собственно в этих удивительных организмах. Начнем с классификации данных животных. Они являются представителями подцарства одноклеточной, принадлежащих к отряду саркадовые. Их тела имеют непостоянную форму, поскольку лишено уплотнительного пристеночного слоя. Передвигаются эти клетки с помощью влажноножек, временных выпячиваний и цитоплазмы. Клетка имеет типичное для амеб строение. Она состоит из мембраны цитоплазмы и органелл, ядра митохондрии, сократительных и пищеварительных вакуолий. Большая часть тела амеб данного вида находится в раковине. Эта структура размером от 50 до 150 микрон, имеет округлую или грушевидную форму, которая мне еще не повстречалась. Через отверстие, которое называется устьем раковины и амебы, выпускают наружу влажноножки. Это необходимо для их передвижения. Раковины могут быть образованы псевдохитином или органическим веществом. У некоторых они состоят из вещества, которые находятся в окружающей среде. Процесс формирования таких раковин происходит в несколько этапов. Сначала амеба с помощью влажноножек начинает вытягивать песчинки, фрагменты панцирядиатомых водорослей или другие твердые частицы внутрь клетки. Далее они склеиваются при помощи цитоплазмы и выделяются наружу. Анатомически клетку раковин амеб можно разолить на три части. У вершины в ее цитоплазме расположено ядро и различные виды включений, резервных питательных веществ. Посередине располагаются пищеварительные сократительные вакуолии. А ближе к кустью цитоплазма лишена и органелл, и включений. Из нее формируются лажноножки. Раковины амебы широко распространены в пресных и соленых водоемах или в хорошо увлажненных участках почвы, поверхности растений и болотных мухов. Среда их обитания влияет на определенные черты строения. К примеру, раковинная амеба дифлюгия, которая является типичным жителем пресных водоемов, имеет одно устье. У немногочисленных обитателей морей раковина насквозь пронизана известняковыми иглами, поэтому лажноножки выходят из большого количества отверстий. Среди пресноводных обитателей встречается ряд амеб, которые предпочитают жить только в сильно загрязненной воде. Другие же виды в таких условиях погибают. Это доказывают и многочисленные лабораторные эксперименты. Представьте, что во влажную почву поместили сразу несколько видов раковинных амеб. Далее эту среду искусственно загрязняют нефтью. Через несколько суток видовое разнообразие станет значительно снижаться, некоторые раковинные амебы начинают чернеть и изменять форму. Раковинные амебы характеризуются целым рядом особенностей протекания физиологических процессов. Размножение их клеток осуществляется путем деления на двое, подобно другим представителям подцарства. Однако в связи с наличием раковины существует ряд отличий. Так сначала в окорку выступающей части амебы начинает формироваться новая раковина, а уже потом происходит само деление. Сначала дочерние организмы еще остаются связанными между собой стоплоземтическим мостиком. Далее он перешнуровывается. В результате дочерние особи обослабляются и переходят к самостоятельному существованию. Для некоторых видов способом размножения клетки является множественное отделение. При этом процесс дробления происходит внутри раковины. В результате наружу появляются голые клетки. Раковину они формируют самостоятельно в процессе своей жизнедеятельности. Двигаются амебы с помощью ложноножек. Это не постоянные выпячивания цитоплазмы, еще называются псевдоподиями. Для передвижения амеба вытягивает вперед ложноножку, которая удерживается за опору, а дальше подтягивает к ней все тело. В природе такой процесс движения также характерен для лейкоцитов крови и фагоцитарных клеток, поэтому его называют амебоидным. Питание амеб происходит путем захватывания ее частиц псевдоподиями и последующего переваривания специализированных вакуолиях. Газообмен происходит через поверхностный аппарат клетки. Регуляция осматического давления осуществляется сократительными вакуолиями, с помощью которых удаляются излишки воды с растворенным в ней солями. С наступлением неблагоприятных условий раковины амебы впадают в состояние цисты. Их оболочка утолщается, а интенсивность обменных процессов значительно снижается. При изменении условий осуществление клетки переходит к нормальному функционированию. Это важные организмы в экосистеме. Раковины амебы в совокупности с другими одноклеточными организмами являются неотъемлемой ее сосновной частью. Эти организмы являются звеном в цепи питания, индикатором степени чистоты пресного водоема. Неоценимое значение раковинных амеб в процессе образования горных пород. Влесноводные и морские простейшие в результате своей жизнедеятельности создали известняк, мел и другие осадочные породы. В природе также известен вид саркадовых, который очень опасен для человек. Амеба-убийца в буквальном смысле питается человеческим мозгом. На данный момент зафиксировано 23 случая заражения человеком этим организмом. Данный вид одноклеточных является обитателем пресных водоемов. Внутрь человека он проникает через носовую полость, продолжая свой путь в канале обонятельного нерва головному мозгу. По мере своего движения он разрушает все ткани, которые служат ему преградой. Человек при этом испытывает сначала сильные головные боли, а зноб, вызванный повышенной температурой тела. Далее начинаются такие признаки разрушения головного мозга, как лихорадка и галлюцинация, что неименуемо приводит к смерти. Итак, представители отряда раковины и амебы являются одноклеточными животными. Относящимся к классу саркадовых. Их клетки имеют непостоянную форму тела и ложна ножки в качестве органелл движения. Снаружи мембранный этот вид амеб самостоятельно формирует раковину. Вот такой вот ролик интересный получился. Спасибо, что досмотрели. Не забывайте подписываться и ставить лайк. До новых роликов!